Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава первая. Павел и Силуан и Тимофей церкви фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленное Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателем нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 1 Фессалоникийцам 2 глава «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца нашим. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наши изнурения, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует у вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали. И Богу не угождает, и всем человекам противится, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, были разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем. Тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость. 1 Фессалоникийсам 3 глава И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божий, и сотрудника нашего в благовествование Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. 2 Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. 3 Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 4 Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель, и не сделался тщетным труд наш. 5 Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 6 Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночи и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. 7 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. 8 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняло от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. 2 Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. 3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 4 Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 5 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. 6 Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. 7 Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. 8 Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. 9 Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 10 Ибо мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. 11 И так всегда с Господом будем. 12 И так утешайте друг друга сими словами. 1 Всеславникитцам 5 глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. 2 Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую вас чреви, и не избегнут. 3 Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 4 Ибо все вы сыны света и сыны дня. 5 Мы не сыны ночи, не тьмы. 5 Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться. 6 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 7 Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. 8 Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. 9 Чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. 10 Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 11 Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, заделая их. 12 Будьте в мире между собою. 13 Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 13 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. 14 Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. 15 Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. 15 Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 16 Верен призывающий вас, который и сотворит сие. 17 Братья, молитесь о нас. 18 Приветствуйте всех, братьев Лапзанем Святым. 19 Заклиная вас Господом, прочитать сие послания всем святым братьям. 20 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам, святого апостола Павла. Глава первая. Павел и Силуан и Тимофей. В фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья. Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться царствия Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которое подвергнулся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными званиями и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе Фессалоникийцам, вторая глава. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам побелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляйся от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово нашего всем послания, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствия моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok